Вы знаете мое личное отношение к меньшинам. Это престоличный, самый густонаселенный регион страны. Один из главных критериев, который говорит о развитии территории, это численность населения. У нас она в области прорастает, и вслед за ней, пусть и немного, прорастает число занятых в экономике. Сегодня их почти 700 тысяч человек. Такие тенденции в корне отличаются от тех, которые, к сожалению, наблюдаются в Беларуси. За это можно только похвалить. Валовый региональный продукт прорастает самыми высокими в стране темпами – 104,5%. За две пятилетки экономика региона выросла почти на 37%, в то же время как рост в целом по республике составил всего 10%. По сути, меньшина – единственная область, где выполняется мое требование об опережающем по сравнению с мировым экономическим ростом. Развитая промышленность, четверть сельскохозяйственного производства, пятая часть экспорта и инвестиций республики – все это, безусловно, говорит о высочайшем потенциале. Сегодня в области нет чрезвычайщины или каких-то критических проблем. Но для нового председателя облсполкома это только усложняет задачи. Мои требования, вы знаете, останавливаться на достигнутом недопустимо, ибо догонят, затопчут и выбросят на обочину. А значит, новому руководству придется показать еще большую положительную динамику. Для этого необходимо принципиально решать задачи, которые сегодня сдерживают возможности дополнительного роста. Что настораживает? Прежде всего, это сокращение количества организаций в экономике. За год их число уменьшилось аж на 210 единиц. Одновременно с этим есть некоторый рост напряженности на рынке труда. Количество увольных работников превысило количество принятых более чем на 8 тысяч. По сравнению с прошлым годом на 18% сократилось число трудоустроенных на рабочие места за счет новых производств. Внимательно разберитесь в причинах этого положения дел. Это стечение обстоятельств или негативная тенденция. Обратите внимание на качественный состав субъектов хозяйствования, которые формируют экономику нашей области. С одной стороны, в регионе существует высокая зависимость от конъюнктуры сырьевых рынков, прежде всего калийных удобрений и рынка инвестиционных товаров. Речь идет о карьерных самосвалах, а это всего несколько предприятий. С другой, почти половина организаций области – это разного рода промежуточные звенья из сфер оптовой и розничной торговли. Оказание услуг складирования, курьерской деятельности и так далее. Те, кто находится между ними, и есть ваша, говоря современным языком, целевая группа. Это небольшие предприятия, которые необходимо развивать в первую очередь. Только так можно снизить зависимость валово-регионального продукта области и бюджета от результатов работы двух десятков валообразующих предприятий. Область остановилась в решении вопроса диверсификации источников роста. Число малых и средних организаций с 2013 года застыло на уровне 20 тысяч. А количество работников сократилось со 143 тысяч до 124 тысяч человек. Александр Георгиевич, вы знаете, как работать с бизнесом любой формы собственности. Поэтому требую активизации, деловой активности и повышения вклада предпринимательства в экономику региона. Расстрадоточив новое предприятие по всей территории, вы решите проблему равномерности развития области, а не только, как говорят в народе, золотых земель между первой и второй кольцевой дорогами. Есть районы, где качество и уровень жизни населения надо повысить. Обратите внимание на Клецкий, Копольский, Любинский, Узинский районы. За весну, лето следующего года их жители должны ощутить изменения в лучшую сторону. И у вас для этого все есть. Когда я говорю о золотых землях и так далее, хочу еще раз предупредить. Если за самовольный захват земель, за самовольное строительство, за беспорядок, спрос будет очень жесткий. Я периодически буду формировать группы и проверять, особенно, естественно, Минскую область, потому что все стремятся сюда. Если не в Минск, то рядом с Минском. Минский район, видите, во что превратили. И, хотя я в последнее время на жесткий контроль взял все, даже до клочка земель. С другой стороны, вы посмотрите, сколько у нас недостроенных зданий, помещений, домов. Люди просят участок земельный и долгое время не занимают его. А ведь договаривались, что 2-3 года и дом должен стоять. Он должен быть благоустроен. Он не должен быть, как бельмо на глазу. А внутри уже ковыряйся хоть всю жизнь. И обратите на это внимание, и в связи с этим и благоустройство, особенно сельских населенных пунктов. У нас в этом плане не дорабатывают руководители сельских советов. Все отстающие районы нуждаются в качественных переменах. Я хотел бы, чтобы вы использовали свой опыт для развития регионов, которые вы получили в правительстве. И прежде всего основа их развития – индустриализация, а где возможно, может быть, и цифровизация. Почему может быть? Обязательно. Цифровизация экономики – главный тренд мировой. И это не значит, что она должна быть только где-то в Минске, в правительстве или еще где-то. Наукоемкость не повысишь даже в сельском хозяйстве без этого направления. Совместно с Банком Развития подумайте о внедрении проектного финансирования различных форм сельского предпринимательства и местных инициатив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова